Привет, это Ребуарно. С НДК вышел нового видосян, называется Советские Анти-Симпсоны. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Нас ругают все соседи. Старый токарь, дядя Федя, но родных моих сердит. Гумноеды, говорит. Что? Гумноеды? Или это он специально так запикал, чтобы мы так подумали? Тема семейного быта почти неиссякаемый источник для сюжета, в котором последние полвека активно пользуются студией анимации по всему миру, хотя, преимущественно, конечно... Так сказать, последние полвека, как будто бы анимации и кинематографы вообще уже лет миллион в западной его части. При словосочетании американский мультфильм про странную семью, у большинства в голове сразу всплывут любимые желтолицы пучи глаз... Да не только, камон, там еще, блин, эти, как... американский папаша, эти Гриффины, блин... Которые в конце 80-х переизобрели допотопную формулу мультяшного ситкома Флинстоунов и по сей день продолжают не только выходить в эфир с новыми сериями, но и вдохновлять все новых и новых подражателей. Вот этого чувака я не помню, как называется этот мульт, который с усами... Но, блядь, какой он странный, мне не нравится. Зазвание главного российского мультфильма про странную семью пособачиться, в принципе, тоже есть кому, наверное. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, надо же свой тоже продукт этот вставить, конечно. Но вот с анимацией советской эпохи все куда сложнее. Ай, алмерис, не коммунист. Советский мультфильм про странную семью. Ну, семья дяди Федора, хотя он из нее постоянно пытался сбежать. Семья малыша из Карлсона, хотя тут тоже как-то с натяжкой, да и... Да, там взяли ее, куда-то какую-то стремную няню, блин, под садью. Вообще семья так-то шведская, ну, не в том смысле. Ээээ, ну или... А. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Лучше было бы в том. Семья из того странного мультфильма про ЗОЖ. О! Сос Eddy, совсем недавно он нам показывал это. Неужели все? Может, социализм просто пытался делать больше уп... Не помню. Упор не на семью, а на товарищей. Тема интересная. Пришлось знатно покопаться в архивах, и, как вы уже поняли, советские аналоги пресловутых Simpsons нашлись, иначе... Аналоги? не знаю бы вы не смотрели этот ролик ну или типа в одно и то же время но мне кажется этот все вот появился первый проект о котором пойдет речь называет явно раньше только для взрослых но как-то обычный бывает это всего лишь клик бэй чтобы зацепить побольше зрителей да и никакой и детишки любят смотреть все только для власти уровня и дал свим советском союз 70-х быть в прега не могло впрочем взрослым посмотреть и дал свим язву я сразу подумал про про мультфильмы правда будет полезно ведь там в сатирической манере поднимаются темы родительства в центре сюжетов семья состоящая из большой мамочки дрыщеватого ван пиапочки и его мини-вест и пи-пи-пи-пи-десяти детей или сколько там лин-лингер и в лице сына они живут в обычной хрущевки ссорятся между собой ссорятся с соседями маман пытается вырастить из своего сына корзина востребованного музыканта чтобы он уехал строить карьеру за границу прихватив с собой заодно и родственников в общем а кто естественно как иначе как ни странно особо уч и английский учишь и пианино и лондон работа не растерялась только теперь вместо пианино программирование на питоне мультфильм в основном немой герои могут покряхтеть почти твой блять твой это это за объяснял кины или изредка что-нибудь выкрикнуть или наплести что-то для комичности на английском и псевдо английском повтори сука что там сказал первые выпуски батя и сын занимаются самоунижениями за попытками смастерить навороченный скворечник и утереть нос своим рыжим соседям который вообще первый раз на самом деле вижу которые во всем лучше но так как руки у отца растут не совсем из нужного веса застрелить соседи какого нет конечно же не так наши герои не ищут легких путей и не сдаются и пусть у них получилось черти что они все равно с гордостью вешать свое нелепое творение на большое дерево на всеобщее обозрение не я выберу дом получше а не свой к нормальный хуя себе понравилось да это новое модный течение какое-то истории в мультфильме были в меру дурацкими и вполне мелочь сюжете про ссору родителей например сын уходит из дома и грозится остаться жить во дворе гест пошли и для предки не помириться а в выпуске про летний лагерь толпа родителей сходят с ума переживая за своих какого хера бля там реально рисовка меня их незнакомом месте детишек и различает режим гиперопеки но соль по-русски буквально чтобы накормить отпрысков нормальной едой после которой детвора не слезает горшков мягкое средство что в мультфильме присутствует большинство атрибутов семейных ситкомов и это почти за 2 семья идея десятилетия до появления симпсонов отец недотёпа есть соседи и гигачады есть даже отсылки к поп-культуре есть во всех трех выпусках можно не только погоди углядеть обозначенные прямым текстом надписи ну погоди но и услышать музыку что звучало в этом мультфильме неплохо я специально сделал выпуск для отсылочки врубают на весь двор соседи гопники очень-то говорит овощи футболка такая большие поклонники волка у гоп отца и футболочка соответствующая и сигаретка в зубах по всем канонам и а зайцы и у гоп сына тоже а смотрится слово пацана то есть ну как здорово отец и сын разделяют общий интерес а в третьей серии сынишку отправляют в детский лагерь который тоже называется ну погоди что как-то много много погоди же за тупые отсылки ради отсылок пошли не понял судя по всему у сценаристов просто на уме в эти годы только и были заяц с волком ведь все трое камов курлянский и хайт собственно писали сценарий еще и к самому ну погоди проект только для взрослых выходил с 1971 по 1974 и просуществовал всего три выпуска насчитывающих в сумме пять разных сюжет так почему они вот и разные не понимая разные слов примечательно что в каждом из выпусков дизайн персонажей и сам стиль анимации каждый раз обновлялись странно правда обновились настолько что стало хуже надеяться что дело было не в текучке кадров а в творческом замысле режиссера ефима гамбурга больше всего выделяется визуал из третьего выпуска художником в нем выступил дни о это я помогал менделевич в том плане что не то что это плохо типа просто помню который позже вместе с тем же гамбургом породить на свет легендарного голубого щенка возможно именно постоянные скачки в стилистике и помешали героям мультфильма стать хотя бы в меру запоминающимися и обрести ваще и пути народную любовь мне кажется я их не смотрел почему-то тоже хотел сказать именно в виски и были развиваться скорее семейность исследуется не только в анимации слишком уж добротная и разносторонняя эта тема например в мрачном комиксе бычий цепень мальчик ваня живет в специфической семье его выкрали из роддома и воспитывали в не самой здоровой обстановке в результате чего парень оброс ворохом комплексов это цепляющая история о том что часто семья не те с кем связан по крови а те кого ты встречаешь по жизни и кто относится к тебе с добром и уважением углубиться в такой взгляд нам отнем немножко большие неприятности а дармоеды я думал рил говноеды и меня следующая пара мультфильмов куда более не я не видел этому анальный пример сатиры на тему семьи в больших неприятностях 1961 года еще старее ни хера себе от лица маленькой девочки идет раз к там гамбург брумберг об окружающих ее родственниках причем соответствующим стилем рисунка однако главной фишкой здесь является буквальное понимание ребенком различных фразеологизмов что и создает комичный эффект когда дочурка радостно описывает как ее отец подружился с бутылкой и все в таком духе ребенок раз-раз-раз это хардбас понимает игры слов воспринимая все в прямом значении и даже не догадываясь какие страсти на самом деле творятся в семье а ведь там настоящая социальная драма вся семья сегодня плачет не пойму что это значит итак у девочки есть брат коля сестра капа мама и папа капа вот это имя конечно коля плохо учился в школе но его кое-как вытянули за уши и он даже поступил в институт в институте он провалился после чего сел на шею отцу и начал хлестать водку на старшую дочь красотку капу снега свалился солидный мужчина у которого денег куры не клюют и который от капы терял голову я уже взялся клевать и деде месяц походя за ней хвостом он в итоге ее бросил и девушка тоже оказалась на шее у отца сначала она была на шее мужика теперь у отца отец а нехер потому что носом это тащить всю семью даже попробовал на работе пустить налево холодильники и смазать лапу проверяющему но его поймали на коррупции так что он сначала зашивался потом пытался выкрутиться в итоге его должны посадить смешной ситуация страшная реально за этот поток потрясающих каламбуров было ответственно по-настоящему мощная команда под предводительством легендарных сестриц брумберг в качестве режиссеров из всей их богатой фильмографии это единственная пара мультфильмов для взрослых хотя по большому счету для маленьких зрителей все возможные острые углы тут максимально сглажены как раз благодаря метафорической подачи сценарий писал марис слободской который потом станет соавтором гайдая на комедиях про приключения шурика поэтому так смешно и получили приятностей вышло лишь спустят ну вы больше 12 лет выпустили изначально не планировалось и есть повод полагать что его делали уже чисто в рамках антиалкогольной компании в общем папке каким-то чудом удалось избежать тюрьмы и сюжет 2 фильмы разворачивается спустя от силы пару годиков в семье появляется автомобиль на котором окосевший колян под мухой поцеловал взад грузовик блять какая мерзость два года прошло до сих пор не понимает такие получилась ли сынка в итоге отмазать за пьяное вождение неизвестно капа выходит замуж за начальника своего отца вместе с которым батя начинает пить как лошадь говорят что он привык заливать заворотник батьяне быстро и безвозвратно опускается сначала ходит на работу на бровях а потом его я такой первый раз слышал вообще в россии начинает спускать все из дома хэппи-энда не будет а девочки спустя годы уже явно заказан путь к психотерапевту его жена курица завершить подборку стоит настоящим социальным сюрреализмом мультфильмом под названием его жена курица блять как это вы отвратительно выглядит 90 год если стиль кажется вам по-моему где-то я это видел на комом то не мудрено игорь ковалев был с автором на легендарных колобках и сооснователем студии пилот короткометражка вышла в 1990 году фуга это конечно реально прям ты так сюрреализм прокатилась по фестивалям и авторский почерк настолько впечатлил западную аудиторию что художник в итоге было предложено работать в сша на студии класки чупа чем он и за ним а а серьезно мался вплоть чуть по моему рассказывал нам уже с индук про это разве нет это вот это про монстров это не не он да и он кроссов ковалев успел путь участвовать в создании нескольких мультфильм для никелодеон в которых хорошо заметен его фирменный стиль а также поработать над анимации в ранних симпсонах что особенно интересно в контексте этого ролика ведь его жена курица это настолько анти ведь жена его курицу прям смысле этого с ним что даже цвет кожи главного героя инверсия желтого цвета и так сюжет посвящен под растерявший остроту в отношениях 7 иной паре в которой мужик валяется на диване а жена прислуживает в целом ничего необычного кроме их внешнего вида и наличие домашнего питомца в виде гусеницы с человеческой головой однажды в гости к семейке наведывается старый приятель героя который нашептывает ему что его жена вообще-то на самом деле то курица я не на да я вирус и жена мужика эта информация ввергает в натуральный шок так что он выгоняет супругу из он даже до этого я на курице жена пожив немного в одиночестве он начинает скучать по любимой и даже с кучателем просто было настолько ленин типа он понял что блять мне же помогали половину превращается в петуха надеюсь что это поможет ее вернуть так но курица любила обычного синего парня в полосатой пижаме они пернатое нечто я покроется в деталях мультфильм доверху наполнен необычными визуальными образами в которых разные зрители видят разные символизм взять тебя никакого символизма здесь не вижу здесь вижу только хотя бы личинку для кого-то это на самом деле ребенок или больной родственник для кого-то типичный куриный питательный рацион а для кого-то метафора пониженного либидо и отсутствие интимной жизни что-то скажет что одежда мужика символизирует тюремную робу и вообще бегом он стал на зоне и так далее я не скажу только бред какой-то кто и зачем достаточно зайти в комментарии под мультфильмом чтобы убедиться воображение он раскочегаривает как надо настоящая находка для всех любителей поисков глубинных смыслов а чувак на самом деле просто хотел сделать переживание метафор и построение теории о том что же на самом деле хотел сказать автор и вот не так давно автор довольно прямо ответил на этот вопрос да и хай ничего не хотел сказать блять это просто в интервью на канале диджей димиксер очень простой чистый сюжет но рассказал я его вот так специально это я специально для меня это было очень важно чтобы люди по-разному это считывали я вкладывал то чтобы каждый по-разному его воспринимал открытость для интерпретации ракет курицу с конечнической вареньями дэвида линча и это прекрасно ведь просмотр превращается в творческий процесс когда смысл имеет лишь то что во всем этом абсурде увидел сам зритель и я видимо вообще без творчества давай я не вижу никакого смысла с мультфильмами про родственников под одной крышей в советской анимации было не густо но зато каждый раз весьма оригинально и будучи кривым зеркалом действительности мультяшные семейки позволяют нам с каждым разом все глубже оценивать нас наших родителей иди сюда знаешь кого ты ты мне напоминаешь и он тоже меня отсюда прогоняет блин ну ладно дед ну и уходи только если пообещаешь смотреть объяснялкиных ладно ладно и дать пароль от канала чтобы мы могли нормально рекламировать свое шоу стоп чего объяснялкины объяснялкины как на зоне все устроено объяснялкины объяснялкины отвечают за базар какой это реально кто разводной объяснялкины объяснялкины держат зону всей семьи а так видос офигенный как обычно у сын дука получился вот я не знаю ничего про этих мультики про последний что-то знакомые просто образы не знаю смотрели или нет вряд ли смотрел и знакомые образы и вот именно поэтому мульту или по какому-то другого короче без понятия но было интересненько посмотреть спасибо ему большое на лайк усопоставил если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывайте прожимать бубенчики с интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока